Сегодня посмотрим на еще одну интересную и, судя по покупкам и отзывам, популярную железку. Китайцы нашли золотую жилу. Производство быстрых миников занедорого. И это, по моему мнению, один из самых продуманных мини-ПК. Производство Gen Machine — это та же фирма, что делала плату из миника прошлого обзора. Процессор здесь, как и у многих подобных моделей, инженерный. Прислал мне его товарищ, у которого целая контора сборщиков ПК. После прошлого обзора миника на 5600 он захотел повесить своим мастерам за мониторы вот такие коробочки, чтобы разгрузить офис от кучи системников. Но при этом он хотел, чтобы у ребят была возможность иногда погонять в игры. Тут стоит графика Radeon 680M, вы про нее все прекрасно знаете. Сейчас такая пустая коробочка на Озоне стоит примерно 22 тысячи рублей. Сегодня поговорим, какие инженерники бывают, в чем их особенность. И самое главное, почему в случае с DDR5 покупка модулей на 8 гигабайт — это потеря в производительности. И дело тут вообще не в объеме. Заодно проверим, как сказывается разгон оперативки, потому что это первая модель в нашем тесте, которая умеет гнать память. На связи МК. Разбираем еще один китайский мини-ПК. Поехали. Наши подписчики уже знают про Selectel. Это один из ведущих провайдеров IT-инфраструктуры в России. Мы посещали их дата-центр в Москве и остались под впечатлением. Компания развивает облако собственной разработки с целой экосистемой облачных сервисов для бизнеса. В облаке Selectel можно не только загружать и хранить данные, размещать собственные сайты или запускать приложения, но и обучать нейросети, разворачивать базы данных и управлять микросервисной архитектурой. Здесь можно развернуть гибкие облачные серверы, поднять кластер Managed Kubernetes или облачную базу данных. Все это в пару кликов. Удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных вам обеспечены. Можно начать с минимальной конфигурации, а позже, если понадобится, добавить ресурсов. Собираетесь развернуть что-то серьезное? Можете объединить два графических процессора NVIDIA A100 с помощью технологии NVLink, посниженной на 25% цене. Облако Selectel соответствует 152 ФЗ и входит в реестр российского ПО, а облачный фаервол от Selectel снижает риск атак и блокирует потенциальный вредоносный трафик. Регистрируйтесь в панели управления по ссылочке в описании или QR-коду на экране и разверните инфраструктуру вашего проекта в облаке Selectel. В Китае производят не только большую часть процессоров мира, там же находятся лаборатории многих производителей материнских плат и ноутбуков. Поэтому именно в Поднебесной проще всего найти инженерные процессоры, которые не предназначены для продажи. Чипмейкеры производят их в ограниченном количестве для внутренних тестов и отправляют партнерам для отладки материнок. Формально после всех издевательств такие процессоры должны быть уничтожены. На практике такие чипы даже не видят тестовых стендов и сразу отправляются к местным барыгам. Это относится и к мобильным процессорам, и к настольным. Инженерные AMD встречаются реже, мы уже видели такой тестовый камень под АМ5. На Озон и Алике такие миники продает известный ОЕМ-производитель Генмашин. И в основном это модели на различных инженерных Ryzen 6000 серии. Что про них нужно знать? Во-первых, такие чипы лишены понятной маркировки. У Intel они имеют номер 400, у AMD инженерники получают длинную маркировку, и компания не раскрывает внутренних данных по конкретным моделям. В случае с настольными процессорами синих можно поискать информацию в интернете по буквам на крышке. Но вот с мобильными камнями приходится полагаться на знания китайских продавцов, а те часто ошибаются. В нашем случае стоит инженерный Ryzen 7 6800H-S, который имеет теплопакет в 35 Вт. Однако по дефолту он потребляет 45 Вт, то есть это фактически 6800H. Во-вторых, инженерные версии одного и того же процессора бывают разными, и проще всего отличить их по степпингу в CPU-Z. На русский язык этот термин переводится как «пошаговое изменение», что отлично отражает суть. Если степпинг инженерника совпадает с релизным, то это квалификационный образец, который часто рассылают на тесты производителям плат. В таком камне правильно функционируют все блоки и контроллеры, он работает без сбоев, и обычно единственное отличие от релизных версий – это чуть сниженные частоты и отсутствие нормального названия. Потеря небольшая, ведь такие инженерники стоят ощутимо дешевле ритейл-версий. Но часто китайцы продают более ранние чипы. У нас именно такой. Обычный 6800H имеет степпинг B1, а у инженерного – B0. И это лотерея. Раз производитель изменил степпинг, значит в чипах были аппаратные проблемы. Поэтому брать такие инженерники – на свой страх и риск. Китайцы пишут о возможных проблемах, но, разумеется, не тестируют такие камни во всех задачах. Чаще у ранних инженерников бывают проблемы с контроллерами PCI-Express и ОЗУ. Но могут быть нюансы с медленной работой кэша и нестабильностью на высоких частотах. А могут быть совершенно незначительные проблемы с мониторингом. И в случае с мобильным инженерником наперед это узнать не получится. При этом визуально такие процессоры не отличаются от релизных. Такой же текстолит и металлическая окантовка инженерные корни выдает разве что надпись N-Sample. Наш предрелизный 6800H был произведен в середине 2021 года. То есть он даже старше, чем 5600U из предыдущего миника. Сам процессор, скорее всего, новый. Большинство продающихся инженерных камней не участвуют в тестах. И сразу отправляются производителям миников и плат. Удивляют только качество посадки. Свинцовые шары едва оплавлены, чип до конца не сел на текстолит. Как я уже говорил, китайцы лепят на скорость, а не на качество. Давайте посмотрим, на что способен ранний инженерный образец Ryzen 7 6800U. А заодно проверим, насколько модули DDR5 на 8 гигабайт отстают от планок на 16. Если не погружаться в схемотехнику, новый стандарт памяти ограничивает минимальный объем одной группы банок на 2 гигабайта. То есть модуль на 8 гигабайт можно набрать только из 4 чипов. При этом DDR5 может распараллеливаться на 8 групп банок. То есть на полной скорости будут работать только модули на 16 гигабайт и больше. Проверим это на двух комплектах объемами в 16 и 32 гигабайта. Оба на стоковой частоте 4 800 МГц со стандартными 40-ми таймингами. В AIDA64 большой разницы между 8 и 16 гигабайтными планками нет. Последние на несколько процентов быстрее по скоростям чтения и копирования, и у них ниже задержка. Но пока ничего критичного, чтобы переплачивать за лишние 16 гигабайт DDR5. В CPU-Z тоже все отлично. Процессор бустится за 4,5 гигагерц, в наличии все 16 мегабайт кэш третьего уровня и необходимые инструкции, включая AVX 2. Во встроенном бенчмарке без аномалий. Результат процессора близок к релизному 6800H. То есть разница в частотах минимальна. Больше памяти никак не влияет на результат. Числодробилки CPU-Z хватает кэша. А вот бенчмарк архивации 7-zip жаден до памяти. Поэтому 32 гигабайта более быстрой ОЗУ ускорили процессор на 7%. Но картину в целом это не меняет. Мобильный восьмиядерник на Zen 3 Plus и так очень мощный. Он лишь слегка проигрывает народному десктопному шестиядерному Ryzen 5 7500F. Тесту рендеринга Cinebench R23 оперативка вообще не нужна. Он полностью опирается на кэш. И даже с одноканалом больших проблем не будет. Здесь инженерный 6800H выдает около 13,5 тысяч попугаев. Что чуть больше шестиядерного i5-12400. Но 7500 все равно слегка впереди. Заодно прожарим в получасовом тесте систему охлаждения. Китайцы в кое-то веки не сэкономили и использовали большую тихую вертушку и увесистый радиатор. Поэтому с родным 45-ваттным теплопакетом никаких проблем в тяжелом Cinebench нет. Процессор работает на 4 ГГц и за 30 минут греется до 85 градусов. Что для компактного компьютера отличный результат. При этом стокового TDP восьмиядерному инженернику не хватает для выхода на максимальные частоты. Поэтому при упоре в теплопакет разницы с релизным камнем не будет вообще. Тяжелый тест у Кранчер любит оперативку, но вычисление 2,5 миллионов знаков числа P ему нужно больше 10 ГБ. Поэтому установка 16-гигабайтных модулей с полной параллельностью ускоряет процессор на немалые 10%. И это при одинаковых частотах и таймингах. Хорошо, к процессору вопросов нету, он работает стабильно, выдает ожидаемые результаты. Но что там по встроенной графике? Она имеет релизный степпинг, так что каких-то проблем с драйверами и играми быть не должно. Последний адреналин встал без проблем, а пустые поля в GPU-Z это проблема самой утилиты, в базе которой уже год нет популярный интегрированный Radeon 680M. Единственное различие с релизной версией это сниженная частота с 2200 до 2000 МГц, что в теории приведет к потере 10% производительности. Результат 3DMark Time Spy никак не зависит от памяти, и ровно на 10% ниже обычный Radeon 680M, что полностью соответствует сниженной частоте. И хотя в BIOS очень много разных настроек, графику разогнать не получится. В целом по бенчмарку интегряжка выдает уровень чуть ниже некогда народной GTX 1050 Ti, которая в 2024 году не блещет возможностями. Так что более низкие частоты могут аукнуться в играх. Проверим это. Начнем по классике с Киберпанка. Full HD, низкие настройки графики и FSR в качество. Обеспечивают 16 ГБ памяти около 40 FPS по бенчмарку, а вот переход на 32 ГБ дает прирост аж в 10%. Причем игре полностью хватает 16 ГБ. У модулей абсолютно одинаковые частоты и тайминги. Все дело именно в худшем распараллеливании данных у 8-гигабайтных планок. Даже в тяжелой игре процессору хватает 45 Ватт, спасибо эффективному 6-нанометровому техпроцессу TSMC. Интегряжка перетягивает на себя одеяло и постоянно бустится до максимальных 2000 МГц, но и процессору остается достаточно Ватт, чтобы удерживать частоты выше 4 ГГц. А вот в гоночной Forza Horizon 5 прирост от 16 ГБ модулей на уровне погрешности. Игра очень хорошо оптимизирована, поэтому отлично работает на любом железе. И получить 60 FPS на интегряжке можно на средних настройках графики с FSR на качество. При этом в Forza процессор частенько потребляет меньше 45 Ватт, и это на 8 ядрах с частотой под 4,5 ГГц. Все-таки мобильный Ryzen очень энергоэффективные камни. В однопоточном Far Cry 6 переход на более быструю оперативку тоже добавил 10% FPS, позволяя на средних настройках графики Full HD с FSR в качестве перешагнуть на 16 ГБ модулях за рубеж в 60 кадров. Процессор при этом потребляет все 45 Ватт и греется до 80 градусов. Китайцы идеально настроили систему из коробки. А вот в киберспорте толку от более быстрой памяти нет. Такие игры затачиваются под картошку, поэтому интегрированная графика уровня GTX 1050 Ti способна выдавать в Доте на Full HD за сотню кадров в секунду на минимальных настройках. При желании их можно поднять до максимальных и получить около 60-70. В тяжелом CS2 ситуация аналогична, процессор быстрый, упора в него нет, поэтому на киберспортивных минималках можно комфортно бегать при сотне кадров. С танками тоже все повторяется, и на 16, и на 32 ГБ с высоким пресетом в Full HD можно пробивать броню на 70-90 FPS. Тормозов и проблем в управлении нет. Интегряжка всегда держит максимальные частоты, а процессор бустится за 4 ГГц. Такие миники частенько берут для работы. Понятно, что с офисом и серфингом в интернете проблем не будет, а как себя поведут Premiere и Blender? С рендером сцены класса 6800H справляется неважно. Ему требуется 7 минут, а красная встройка, как обычно, отказывается помогать. Разница между 8 и 16 гигабайтными модулями в районе погрешности, но в любом случае под тяжелый рендер миник не подходит. С премьером ситуация немного лучше. Пятиминутный ролик в 4К с эффектом блика восьмиядерник обработал за 15 минут. И снова оперативка никак не повлияла на скорость рендеринга. Интегряжка немного помогала, но все равно для серьезной работы с видео такой миник тоже не подойдет. В стоке миник с ранним инженерником практически не отличается от релизного собрата. Система охлаждения с большим вентилятором справляется, отводит 45 Вт без перегрева и какого-либо шума, а потеря 10% производительности в графике из-за сниженных частот компенсируется установкой 16-гигабайтных модулей ОЗУ. В рабочих задачах между двумя модулями по 8 и 16 гигов особой разницы нет, но вот в играх мы получаем сразу плюс 10%. Но установка 16-гигабайтных модулей это не максимум по прокачке этого ПК. Китайцы по классике залили болванку биоса со множеством параметров. Как и на других миниках с Ryzen можно в пару кликов увеличить теплопакет. Установка больше 70 Вт приводит к черному экрану в тестах. Явно не справляется блок питания на китайские 100 Вт. И даже с 70 Вт есть странности. В стресс-тесте хорошо заметно, что частота сначала находится на уровне 4.4, а потом снижается до 4.2, при этом все 70 Вт процессор не потребляет, а рост температуры останавливается на 89 градусов. Ограничений по TDP и теплового троттлинга нет. Почему тогда процессор не держит максимальные частоты по всем ядрам? Скорее всего, дело в самом инженернике. Один из температурных датчиков в нем барахлит и не может показывать значение выше 89.1 градус. Хотя на деле процессор кипит и начинает сбрасывать частоты. Поэтому ставить выше 45 Вт не рекомендую. Лишние 200 МГц не стоят возможных проблем со стабильностью и никак не отразятся в играх. В них интегряшка и так бустится до максимальной частоты без упора в CPU. Зато вместо бесполезного разгона процессора можно заняться оверклокингом памяти. Это первый миник на тесте, который позволяет это сделать. Стоковые модули DDR5 взяли частоту 5200 при легком ужимании таймингов до 38. Без косяков тоже не обошлось. Значения нужно вводить в 16-ти ричной системе, и они не должны превышать 64. Выбор 80-го тайминга заставляет процессор пробить пространственно-временной континуум и начать телепортировать данные напрямую из оперативки с нулевой задержкой. Не стоит так рисковать и нарушать законы физики. Лучше воспользоваться калькулятором перевода с 10-ти ричной системы в 16-ти ричную. И можно не пугаться странных значений типа 4C. Биос их отлично понимает. В итоге разгон памяти на 400 МГц с легким ужиманием таймингов позволил увеличить скорость чтения и копирования из ОЗУ на 5%, а задержка доступа снизилась почти на 7. В бенчмарках такой прирост незаметен. Даже чувствительный кооперативки 7-zip ускорился лишь на пару процентов, а у Кранчер всего на 1. В премьере и блендере разгон памяти вообще ничего не дал, поэтому если упор на рабочие задачи, можно сэкономить и ставить дешевые 8-ми гигабайтные модули. А вот в играх ситуация кардинально меняется. Интегрированная графика вынуждена использовать ОЗУ как видеопамять, поэтому разгон оперативки сразу отражается на FPS. В Киберпанке прирост около 5% в сравнении с 32 гигабайтами стоковой DDR5. Относительно 16 гигабайт внушительные 15%. Фарза, в которой не было изменений при замене 8-ми гигабайтных модулей на 16-ти, отлично отзывается на ускорение памяти. Разгон прибавил 10% FPS по бенчмарку. В Far Cry прирост от разгона памяти на уровне Киберпанка около 5%. А вот относительно стоковых 16 гигабайт можно выиграть уже 15% кадров, что позволяет поднять настройки графики или отказаться от мыла FSR первой версии. Не так страшен черт, как его молюют. Многие считают инженерники откровенной отбраковкой, которая будет сыпать синими экранами смерти и через год вообще умрет. Но на деле и Intel, и AMD за десятилетия отточили создание процессоров до такой степени, что мобильные инженерники, попадающие в руки китайцев, имеют минимум проблем. В минике от GenMachine за несколько дней тестов была найдена только одна проблема – сбоящий термодатчик. И то, заметить это можно только безумно увеличивая теплопакет, что в случае с энергоэффективным 6-нанометровым восьмиядерником не имеет никакого смысла. Во всех реальных тестах инженерный 6800H минимально отличается от релизного собрата. Самая серьезная потеря – это урезанная на 10% интегрированная графика, но и это можно нивелировать установкой 16-гигабайтных модулей и их разгоном. Решающим фактором всегда является цена. Пустые мини-ПК с инженерным 6800H стоят на Озон порядка 22-23 тысяч рублей, а с релизным аж на 7 тысяч дороже. За модели на Ryzen 7 735H, который фактически является ребрендингом 6800H, просят 27 тысяч. То есть доплачивать за релизные процессоры нет смысла. Брать миники сразу комплектом с ОЗУ и SSD тоже невыгодно. Ген Машин предлагает модель с 16 гигами памяти и твердотельником на 256 гигабайт за 30-ку. Отдельно модули на 8 гигабайт стоят очень дешево, их снимают с ноутбуков по 1000 рублей за штуку, а на оставшиеся 6000 рублей даже в ДНС можно купить SSD уже на терабайт. Версии с 32 гигами в продаже нет, так что такой миник точно придется собирать самостоятельно. Сделать это легко, разбирается такой мини-ПК как автомат Калашникова. При желании можно подключить даже SATA и SSD, в комплекте есть переходник. Ген Машин хоть и сэкономили на пластике корпуса, внутри все по фэншую. Есть даже отдельный вентилятор для обдува в RAM. И стоит дорогой интеловский модуль Wi-Fi 6. По портам тоже все отлично, есть полноценный USB-C4, через который можно подключать монитор и запитывать миник. Ну а цветную RGB-подсветочку можно менять кнопкой на корпусе или вовсе отключить. В общем, мне такой миник понравился. Инженерник работает как надо, сам ПК не шумит. Есть, наконец-таки, разгон ОЗУ, и мы увидели, что это действительно нужная штука. И самое главное, он стоит значительно дешевле тех же миников от Minis Forum или любой другой фирмы, но на релизном процессоре. Судя по количеству отзывов, владельцев вот таких устройств уже достаточно, так что жду вас в комментариях. В описании ссылочка на нашу телегу и группу ВКонтакте. Переходите, подписывайтесь, читайте. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok